первый этаж позитивное исключение позитивно она тем что на первом этаже допускается делать то что нельзя на всех остальных этим же первым этажом будет ваш второй этаж случае если первый нежилой ну и так далее если первый второй нежилой каким-то чудом значит 3 будет жилым и он будет считаться как бы первым скажем так первый этаж в смысле первый жилой этаж в в вашем доме то есть если под вами находится коммерческое помещение там офис магазин склад еще что там нет жилых площадей поэтому изменяя свои мокрые точки вы как бы не можете никому навредить считается поэтому вы можете поставить унитаз посередине комнаты вот можете кухню вынести куда угодно ни с кем ну как бы не то что ни с кем не согласовывая вообще любое изменение по идее любое изменение в перепланировке квартиры относительно планы бы ты его должны согласовывать но с первым этажом скажем эта ситуация значительно проще здесь кухня вот это место как раз как я рассказывал от одного стояка туалет ванная кухня но есть квартире еще вторая точка который мы и воспользовались вот с таким решением ко мне пришли заказчики тоже от какой-то дизайн студии или частных проектировщиков я сейчас уже не помню но смысл был в том чтобы попытаться выделить дополнительную комнату и в принципе ну как я уже говорила что много квадратных метров не бывает все пытаются выделить какое-то дополнительное помещение лучше всего решать это изменением назначение помещений что мы в общем то и сделали я сразу предложила выносить кухню в коридор и кстати даже если бы это не было первым этажом такое бы согласовали но здесь у нас первый этаж поэтому совсем хорошо воду для и отвод воды для этой мойки мы соответственно стали забирать вот от этого стояка здесь еще первый этаж и у нас были хитрости с если посмотреть на ситуационный план вот здесь вентиляционные шахты вот шахты и вот 2 шахта здесь еще были хитрости определенные с вентиляции сделаны для того чтобы мы могли задействовать зоны этих шахт мы вызвали специальную компанию которая сделала исследование и подтвердила что на первом этаже эти вентиляционные шахты мы можем разобрать дала какую-то справку которой сердце успокоилось вот но опять таки до согласования в жилищной инспекции здесь вопрос не дошел но так или иначе более-менее никаких критичных нарушений здесь не произошло и это перепланировка принципе могла может быть согласована но за исключением опять-таки момента с лоджией площадь спальни которая образовалась на месте бывшей кухни не может превратиться в жилую она будет оставаться по назначению кабинетом ну а все остальное здесь получилось достаточно хорошо но и самое главное то что мы смогли выделить необходимое количество изолированных комнат при сохранении большого общего объема квартира выглядит на свои сколько в ней там 98 метров да конечно знаете если речь про монолитные дома то все что вы делаете на месте бывшей кухни лучше звукоизолировать то же самое если речь идет про панельные дома здесь дом кирпичный и толщина стен здесь очень-очень приличные плюс первый этаж то есть по сути слышно кроме вот этих вот стояков здесь особо ничего быть не должно вот но стояки они сами по себе звукоизолируются независимо от всего остального поэтому конкретно в этом случае мы никакой звукоизоляции дополнительно не делали не будет слышно сверху с шум от соседей в кирпичным доме в принципе не должно быть слышно в таком вот прям толстым жирным кирпичным доме практически как сталинка вот если это монолит то любое помещение новое назначение помещений которые вы делаете на месте кухни если вы подразумеваете там спальню или там жилую комнату или детскую не важно что лучше звукоизолировать вообще целиком пол само собой там пол звукоизолируется вообще отдельным по всему периметру но потолок стены звукоизолировать на площади бывшей кухни очень очень желательно вот так вот и провели отсюда через капитальную стену выштробили вот так по периметру сюда хватило мойка она же высоко находится 40 сантиметров высоты примерно выход мойки канализационной на 1 метр длины достаточно 2 сантиметра уклона трубы достаточно поставить измельчитель пищевых отходов для того чтобы сложности с отводом канализации от мойки не возникало до 10 метров совершенно спокойно там даже не столько важно протяженность этой трубы сколько количество заворотов и и то есть гораздо более критично для любых раковин канализации это количество углов поворота желательно их сокращать до минимум и если даже вы их делаете то у делать их лучше под 45 градусов но это все утопичные ситуации чаще приходится работать с такими вещами но здесь еще помогла стиральная машинка которая к этой же канализации приходит а в случае когда стиральная машинка в одну канализацию с мойкой попадает это всегда дополнительно существенный плюс на ее работу потому что стиральная машинка сливает воду под напором газовой кухне как я уже говорила негативное исключение не стоит рассчитывать на то что получится присоединить газовую кухню здесь была задача сделать как можно больше кухню-гостиную и скажем напрашивался у меня вот такой вариант чтобы как мне казалось сейчас мы сделаем это все пожертвуем жилой площадью сделаем все это не жилой но мой партнер по согласованию сказал что не получится не пройдет такое согласование то есть только если делать раздвижные перегородки которые будут все равно так или иначе изолировать кухонную часть поэтому с газовыми кухнями пожалуйста будьте очень и очень внимательны в результате кухню мы оставили на месте кухни но тут стояли еще другие задачи по согласованию в частности необходимо было большое количество комнаты выделить спальных и здесь как раз вот уже что называется там проработав больше пяти лет с разными планировочными решениями я вдруг неожиданно узнаю что оказывается есть еще некие требования по величине этих самых площадей и для однокомнатной квартиры чтобы она продолжала считаться однокомнатной квартирой площадь жилой части должна быть не меньше 14 квадратных метров а для двухкомнатной квартир 16 квадратных метров как минимум одна комната и 9 квадратных метров другая но и так далее трехкомнатной соответственно 16 9 9 вот поэтому здесь для сохранения этого помещения как жилого я была вынуждена выкраивать площадь гостиной больше 16 квадратных метров то есть мы прям даже с учетом выравнивания всех стен подгадывали такие расстояния чтобы у нас 16 метров оставалось а ну да здесь еще кстати была интересная ситуация здесь заказчики брали ремонт брали кредит на ремонт вот если вам кажется что это невозможно это возможно очень часто такое происходит вот то что деньги на квартиру все потратили купили больше чем хотели ничего на ремонт не осталось пришлось брать кредит и ну кредит тоже не маленькая сумма на ремонт такой квартиры тоже была тоже была страховая компания которая тоже запросила документы на официальное согласование этой перепланировки потому что кредит считался целевой так что страховая это вопрос хороший меня вот недавно залили затопили прямо на мой день рождения хорошо что я решила отмечать день рождения дома это было большое счастье в моем доме сейчас проходит капитальный ремонт и на девятом этаже прорвало трубу и залило всех 9 до 1 этажа и после этого задумалась не делать ли мне страхование за ремонт свои квартиры но думать надо было конечно да они после но так или иначе пока у нас не стукнет мы не начинаем задумываться так что ситуация бывает разный достаточно чтобы один раз что-то пошло не так и все начинали кусать локти вывод наверное это у меня последний по моему пример который стоит сделать из всего вышесказанного то есть то при рассмотрении планировки большой коридор это существенное преимущество потому что за счет коридора мы можем делать вообще по сути как таковые какие-либо изменения в коридор мы можем уносить ванны и увеличивать площадь туалет ванны этом можем кухню выносить в коридор можем задействовать площадь нежилых комнат то есть гардеробных кладовых постирочных там как это любой это маленькая какая-нибудь кладовочка который обозначен можем задействовать эту площадь под устройство мокрых зон здесь конкретно изначально планировка крайне удачная когда смотрел на этот план мне заказчики прислали сразу сказала игр какая вас шикарная планировка с прекрасным коридором в который так и просится кухня но тоже молодая семья требовалось изменение назначения помещения вот это у них изначально кухни причем хорошая площадь кухни то на самом деле достаточно просторно и большая и вот в попытках самостоятельного решения вопроса с перепланировкой они мне показали вот этот вариант вывод здесь только один можно сделать то что им хотелось очень сильно гостиную группу причем гостиную ну такую прям хорошую домашнюю с кинотеатром с большим телевизором ну понятно что вот это все это не выход совершенно знаете тут вот можно что называется смеяться да ну мне например вот больше всего нравится вот это место это шедевр ну что мы сделали в результате конечно я им сразу сказала что кухню надо выносить в коридор вот и эту перепланировку мы согласовали официально с моим партнером который мне подсказал как раз таки в процессе и дал некоторые подсказки того как это правильно все сделать за что я ему очень благодарна но лоджию конечно это даже не лоджий это балкон причем он такой совсем с трех сторон остекленный мы в результате присоединить не смогли в принципе и не стали и не потребовалось вот потому что все остальное в целом продумано очень и очень хорошо с точки зрения экономии проекта здесь тоже решение максимально максимально выгодные потому что устройство гардеробных вместо шкафов встроенных это очень существенная экономия бюджета гардеробные обходятся ну там копейки по сравнению с любой встроенной мебелью вот здесь у нас образовался вот такой островок причем он прям прям в прямом смысле островок потому что здесь у него фито стена с озеленением а внутри пространство снизу разделено на две части это духовой шкаф со свечей встроенный в пенал и большой холодильник а с другой стороны постирочный хозяйственный шкаф стиральная сушильная машинка и все необходимое для хозяйства пылесос гладильная доска а в верхней части это одна большая антресоль с доступом с двух сторон там ребята такие активные молодые туристические любители у них большое количество различного снаряжения которое необходимо было еще дополнительно где-то держать поэтому мы сделали такую хитрую вещь очень заказчиком понравился этот вариант планировки я до сих пор вспоминаю нашу первую встречу после того как мы утвердили техническое задание и они очень так трепетно ждали какой-то какой-то от меня вариант я им вот этот вариант нарисовала и они мне говорят что ну нас горит только одно беспокоит я говорю что нам все слишком нравится ну удачная планировка квартир что сказать да здесь был кстати тоже такой с точки зрения инженерии один сложный момент с отведением канализации вот от этого горшка но это как раз тот случай когда вот здесь под ванной мы сделали два заворота по 45 градусов без прямого угла ну и в расчете на то что это все таки инсталляция подвесная выход у нее тоже достаточно высоко находится но я не продолжала проектировать до тех пор пока они мне не дали подтверждение что их строитель это выполнит я настояла на том чтобы они нашли сразу бригаду и сразу показали эту планировку рабочим которые будут выполнять ремонтные работы нет не пришлось здесь нет в этом необходимости все самотеком вполне хорошо работает